Груша-фаворитка. Существует множество плодовых деревьев, с которых урожай собирают осенью. Одним из таких является груша-фаворитка. Сорт достаточно молодой, но уже стал популярным благодаря своей устойчивости к холодам. Сорт выведен в Челябинске селекционерами Фалкенбергом и А. и Гасимовым ФМ. За основу были взяты культуры декабринка и лесная красавица. Также существуют под виды этой груши, любимица клапы и красноплодный клон американки. С 2008 года сорт проходит испытание. Груша-фаворитка. Описание сорта и характеристики. Основные параметры. Сбор урожая начинает в начале осени. Срок хранения плодов – полтора месяца. Дерево среднерослое. Сорт хорошо переносит холод, устойчивость к вредителям и болезням. Урожайность высокая, начиная с 4 года. С одного дерева собирают до 35 кг. Плодоношение продолжается несколько десятков лет. Употребляют в свежем виде, варят компоты, варенье, делают сухофрукты. Плоды крупные. Форма грушевидная, укороченная. Средний вес – 180 г. Цвет зеленый. Предозревание – желто-зеленый. Бывает покраснение сбоку. Мякоть светлая, приятная на вкус, не жесткая, сладкая. Фаворитка груша. Фаворит стала любимчиком уральских садоводов. Она отлично переносит климатические сюрпризы этого региона. Агротехника. Выращивают этот сорт в основном уральцы, но он набирает популярность и в средней полосе. Для посадки лучше всего подходят южные или юго-западные склоны. Они должны хорошо освещаться и проветриваться. Почва должна быть рыхлой, слабокислой. Дерево должно быть защищено от северных ветров. Место не должно подтапливаться. Груши сажают ранней весной. В это время молодые деревья хорошо приживаются и в дальнейшем акклиматизируются быстрее, лучше переносят холода. Саженцы в основном берут в питомники. Они выведены методом селекции. Сортовые саженцы должны иметь хорошую корневую систему, оптимальный возраст – 2 года. Важно! Кора должна быть гладкой, без трещин. Покупать саженцы лучше осенью и до весны хранить в подвале при 2-5 градусах. Корни покрывают глиной, смешанной с коровяком. Высаживают в апреле-октябре. Саженец груши технология посадки. Заранее готовят посадочную яму глубиной до 70 см и шириной до метра при весенней посадке с осени. При тяжелом грунте на дне делаю дренаж из керамзита щебня до 15 см. Если земля легкая укладывают столько же глины. Готовят из равного количества чернозема, торфа, перегноя, песка, смесь, добавляют туда же 1-2 кг суперфосфата до 3 литров древесной золы. Все это нужно перемешать. На зиму накрыть рубероидом или пленкой. За несколько часов до высадки помещают в раствор корневин эрин гетерооксин для стимуляции роста. Под размер корня из ямы убирают грунт. Вбивают метровый колышек. Сажают деревца так, чтобы корневая почка была на уровне с поверхностью земли. Засыпают и уплотняют. Подвязывают деревца к вкопанному колышку эластичной веревкой. Вокруг дерева делают земляной вал, обильно поливают. Через пару дней вокруг дерева землю рыхлят и покрывают мульчей. Для этого используют до 10 см перегноя, опилок или сено. Ветки подрезают до 30 см, а проводник – до метра. Посадка груши После того, как грушу посадили в грунт, ее необходимо поливать, удобрять и проводить профилактическую обработку от вредителей. Полив первые годы увлажнять нужно 10-12 раз за сезон, в дальнейшем постепенно сократить полив вдвое. Обязательно поливать перед цветением, после завязи бутонов, а также в течение лета 3 раза и перед зимовкой. Важно! Если влаги недостаточно, плоды могут уменьшиться в размере или осыпаться. Чтобы влаги хватало, она должна пропитать землю до глубины 30 см. При мульчировании поливать можно реже, а рыхлить вообще не обязательно. Удобрение груши Если в яму перед посадкой насыпали достаточно подкормки, 3-4 года дерево не подпитывают. По истечении этого периода грушу начинают удобрять. Подкормка груши Схема подкормки Фосфор, содержащая удобрение, вносят осенью 30 или 40 грамм на метр квадратный под перекопку. Азот, содержащий селитра, не травмофоска, применяют под перекопку весной 30 или 40 грамм на метр квадратный. Калий, содержащие удобрения, вносят по 10 грамм на квадрат в начале лета. Делают раствор и поливают дерево. Борная кислота Делают раствор 0,2 грамма на литр, которым опрыскивают период цветения. Перегной компост Торф применяют раз в 3 года весной или осенью. Используют до 7 килограмм органики под перекопку на квадратный метр. Коровяк применяют в период роста плодов 3-4 раза с интервалом 10 дней. На ведро воды разводят 2 литра органического вещества. Поливают на квартал, метр 1 литр. В каждом сезоне нужно вносить удобрения по этой схеме, чтобы получить хороший урожай. Обрезка грушевых деревьев ветви формируют в виде чаши. Это обеспечивает хорошее освещение и проветривание. За деревом удобнее ухаживать и легче собирать плоды. Урожайность у фаворитки высокая, поэтому во время плодоношения отяжелевшие ветви нужно подпирать. Обрезка. Виды обрезки. Формирование кроны. Оставляя 3 или 4 скелетные ветки, укорачивают на 30 см. Все остальные подрезает на кольцо, не оставляя большого пенька. Проводник укоротить до основания верхних веток. Через 2 года на центральных ветвях снова все срезает, оставив пару отростков. Каждый сезон следить, чтобы не было отросших веток. Регулирующая обрезка. У деревьев сорта фаворитка есть склонность к загущению кроны. Ранней весной убирают ветви, растущие внутрь. Делать это нужно умеренно, чтобы не потерять урожай. Обрезка для хорошего плодоношения. В первой половине лета образуется много молодых побегов. Их обрезают на 5 или 10 см. Это способствует завязыванию новых плодовых почек. Обрезка с целью удаления плохих веток. Проводится поздней осенью. Все сгнившие и пораженные ветки нужно сжигать, чтобы избавиться от вредителей. Все эти подрезки способствуют правильному формированию кроны, а также хорошему плодоношению. Вредители и болезни. Сорт фаворитка устойчив к заболеваниям груш, но при проведении всех санитарных и профилактических мер можно вообще избавиться от многих проблем. Ржавчина на груши. Профилактические меры осенью собирают листья, сорняки и прочий мусор и сжигают. С целью уничтожения находящихся вне вредителей. Необходимо проверять кору. Если замечены трещины или прочие повреждения, дерево нужно обработать. Зачищают пораженные участки до непорченных тканей и дезинфицируют медным купоросом 1%. На это место наносит садовый вар. Процедура защитит от гумоза и черного рака. Белят стволы и толстые ветви раствором гашеной извести смешаны с медным купоросом и клемм ПВА. Это предотвращает растрескивание коры и перемещение вредителей на дерево. Вокруг ствола перекапывают землю. Находившиеся там насекомые погибнут при морозах. Также опрыскивают 3% медным купоросом или бордовской жидкостью, чтобы предотвратить грибковые заболевания и нашествия вредителей. Ранней весной процедуру повторяют. В марте обрабатывают сильными препаратами ДНОКО или нетрофиеном. Они убивают всех вредителей. Ранней весной устанавливают ловчие пояса. Это самостоятельно сделанные ловушки из рубероида, тканей, пленки. Такие приспособления помогают от многих типов насекомых, таких как долгоносики, муравьи, гусеницы. Побелка груши перед тем, как груша зацветет, ее опрыскивают инсектицидами от насекомых, децис, фуфанон и п. Д. Также обработку делают после цветения. После увядания бутонов опрыскивают фунгицидами, хорус, квадрис. С целью предотвращения образования грибков после цветения. Обрабатывать нужно регулярно, раз в три недели. Действие при болезнях. Манилиоз. Это грибок, из-за которого чернеют и вянут листья и цветы. Побеги выглядят как после ожога. Пораженные ветки нужно обрезать, захватывая немного здоровой древесины. Обработать хорусом при температуре воздуха не выше 22 градусов. Через дни 10 повторить. Больше трех раз одно и то же средство нельзя использовать из-за привыкания грибка к фунгицидам. Если болезнь продолжается, могут повредиться плоды. Их употреблять нельзя, потому что они становятся гнилыми. Тогда дерево обрабатывают препаратом строби. Препарат сильный, поэтому груши можно употреблять в пище через 20 дней. Сожистый грибок. Развивается с появлением тлили и медианицы. Они вырабатывают медвяную росу, которая способствует распространению грибка. Листья и плоды покрываются сожеподобным налетом. Грибок на груши действия при нападении вредителей тля. Заносят ее муравьи, так как они питаются медвяной росой. Для борьбы применяют ловчие пояса. При жизнедеятельности этих насекомых листья скручиваются. Листья на дереве обрывают либо применяют препарат Децис, который уничтожает всех насекомых. Грушевая меденица. Мелкая насекомая иначе называют листобложкой. При ее нашествии опадают листья, окаменеют плоды. Существует большое количество ее разновидностей. В дополнение появляется сожистый грибок. Для лечения используют Командор. Он за сутки уничтожает насекомых. Лучше своевременно проводить профилактические обработки деревьев, чтобы не допустить сильного заражения болезнями и вредителями. Тля на груша преимущества и недостатки селекционного сорта фаворитка. Положительные свойства. Зимостойкость. Устойчивость к вредителям и болезням. Высокая урожайность. Хорошие вкусовые качества. Неприхотливость. Недостатки. Первый урожай дает только на 4 год. Фаворитка. Хороший осенний сорт. Зимостойкий и высокоурожайный. Из-за своей неприхотливости в уходе деревья могут сажать неопытные садоводы.